здравствуйте друзья я вас приветствую на вводном уроке моего авторского курса гуашь легко мой курс рассчитан для тех людей детей и взрослых которые считают что они не умеют рисовать которые уже давно подумали что это рисование не для них что для этого нужны особые таланты забросили уже давно эту идею а если сейчас меня смотрят дети то многие дети я тоже знаю что стесняются рисовать потому что у них получается как-то не похоже как-то не так вот мой курс для тех кто думает о себе не очень хорошо в отношении рисования и за наши уроки вы увидите что рисовать это не так уж страшно что у вас будет после каждого урока я вам гарантирую после каждого урока у вас будет получаться картина и вы увидите как это легко это легко и для детей и для взрослых для любого возраста а если вам хочется воплотить свои творческие мечты и желания мой курс рассчитан для детей от 5 6 лет и дальше я не ограничиваю возраст и взрослые тоже прекрасно рисует вот таким методикам что вам нужно для того чтобы проходить мой курс вам нужно доступ к интернету компьютер или планшет ну хуже будет телефон потому что изображение будет маленькое я записала очень подробные видео уроки подробно там рассказываю что и как мы будем рисовать и ваша задача выполнять мои рекомендации останавливать видео на паузу когда вам это нужно проматывать назад если что-то непонятно а сегодня вводный урок я расскажу то что пригодится на каждом уроке а именно то чем мы будем работать какие нам нужны материалы это нужно будет каждый раз я даже не буду на каждом уроке отдельном останавливаться и так что нам нужно нам нужно будет скотч сейчас покажу для чего конечно же бумага бумага нужна плотненькая достаточно акварельная плотно или даже можно взять бумагу для черчения она плотно она будет хорошо держать краску потому что краски мы будем накладывать нам нужна картонка вот такая вот простая картонка какой-то можете вырезать коробки но она плотная плотная картонка для чего нам нужен картон для того чтобы вот таким вот образом приклеить листочек с помощью малярного скотча и Продолжение следует... Нам это дает очень много преимуществ по сравнению с рисованием просто на листке. Во-первых, можно... Вот видите, у меня планшет весь изрисованный. Можно рисовать, не боясь замарать стол. Вы можете рисовать... Прям кисточки сюда в краски ложить. Что-то там еще сюда попадет, не страшно. Вы можете выходить за границы с листочкой. Это не страшно, стол будет оставаться чистым. Бумага прикреплена к планшету, она не будет никуда шевелиться. И потом, самое интересное в ваших слов, когда вы снимете этот скотч, мы его будем снимать, вы увидите на видео, как это делать. У вас останется аккуратненько-аккуратненько такая рамочка, и ваш рисунок превратится в картины. Вы увидите, как это красиво, когда вокруг есть рамочка. Потом можно уже в деревянный лифт, какие-то еще рамочки вставлять, и совершенно по-другому заиграет ваша картина. Итак, еще раз повторюсь, нам нужен скотч малярный, широкий. Нужна картонка, нужна бумага плотная для черчения или для акварели. Следующий момент. Конечно, нам нужны кисти. Я рекомендую вам приобрести кисточки из Икеи. Они вот в такой упаковке, насколько я знаю, это единственный вариант кисточек, которые есть в Икеи, поэтому ни с чем вы не спутаете. Чем они хороши? Во-первых, они достаточно упругие. Если вы возьмете простые кисточки, которые продаются вместе с акварельными красками, вы ими гуашью рисовать не сможете. Это будет мучение, а не творчество. Будете бороться с тем, как же краску положить на бумагу. А это практически 50% успеха в том, что у вас получится легко картина. Она в любом случае получится, но вот с кисточками вот с такими она получится легко. Сейчас их откроем и их рассмотрим более подробно. Вот такие кисточки. Посмотрите, они чистенькие, пока еще новенькие, красивые. У меня есть уже таких много наборов для всех моих детей. Я сама рисую. Они уже вообще не белые совсем, никак не белые. Но при этом они очень хорошо рисуют. Вот смотрите, эти плоские. Здесь они плоские, здесь они маленькие, здесь они широкие. Вот такие кисточки широкие нам нужны обязательно на каждое занятие. Обязательно. Если вдруг вы что-то не найдете кисточки из Икеи, хотя бы вот такие вот малярные кисточки нам пригодятся, чтобы делать фон. Будет делаться быстро, интересно и легко. И за счет этого будет такой порыв вдохновения, вы увидите. Потом здесь есть круглые кисточки, видите, с таким вот заостренным верхом, что тоже позволяет нам делать различные элементы узоров. И вот такая вот еще поменьше. Они очень упругие, они хорошо держат гуашь. Вам не придется рисовать железячку, наверное, я потом все буду еще в видео рассказывать. То есть вот такие кисточки, подобные этим, да, не обязательно в Икеи вы можете, здесь вот совсем маленькая такая, подобные кисточки в каких-то других специализированных магазинах покупать. Но они должны быть точно, ворст не мягкий, вот не такого штураски, и сразу нет. Видите, она упругая, упругий ворст. Кроме таких кисточек, нам нужны кисточки жесткие, жесткие. Вот сейчас попробую вам показать, вот они жесткие. Из щетина, называется кисти из щетина. Можно купить широкую и плоскую, можно круглую. Можно и такую, и такую, нам пригодится и такая, и такая кисть. Жесткие кисточки нам нужны обязательно. И вот в этом наборе из Икеи нет кисточки, нам нужна тоненькая кисточка, потому что мы будем учиться рисовать тоненькие линии. Для этого обязательно нужна кисть тоненькая. Поэтому, пожалуйста, обращаясь даже больше к родителям, ко взрослым, обеспечьте себя хорошими кисточками. Это вот, я говорю, 50% залога вашего успеха. Если кисти не подходят, если они слишком мягкие, даже вы сами поймете, мягкие кисточки или нет, когда начнете брать краску. Если кисточка подходящая для гуаши, она не прогибается, вы спокойно, где не берете краски. Так, с кисточками. Понятно. Следующий момент, нам обязательно нужна будет тряпочка. Вот простая тряпочка из каких-то старых вещей, из какой-то старой одежды, потому что после того, как мы пользуемся, мы просто выкидываем. Ничего не нужно стирать, какие-то там хорошие тряпочки находить, но это, конечно, уже наше дело. Я просто выкидываю, не задумываясь, вот я кисточками походу, что выкину. Для чего нам кисточки? В нашем способе рисования мы почти не мочим кисточки, иначе у нас будет очень водянистый рисунок. Мы кисточки вытираем. И вытираем вот достаточно часто. Тогда я специально в видео обращаю на это внимание. Не мыть, вытираем, не мыть, вытираем. И у нас получается кисточка в правой руке, или в левой для тех, кто пишет левой рукой. А тряпочка всегда в другой руке, чтобы не забывать про нее. Вот прям приучить нужно себя, чтобы тряпочка была в другой руке. Вот порисовали, порисовали. И когда я говорю, вытерли, не надо ее макать. Если макать часто в воду, она водянистая получается, очень кисточка, она накапливает в себе водичку. И потом не получится тот эффект, которого я хочу от вас добиться, которым я хочу вас научить. Тряпочка. Водичка, конечно, нам тоже нужна будет. В любой стаканчик ее нужно совсем немного. Нам понадобится водичка. Теперь переходим дальше. Обязательно обзаведите с палитрой. Потому что рисовать мы будем только с палитрой. Обязательно только с палитрой. Мы не будем рисовать сразу из баночек. Есть этому несколько причин. Во-первых, нам нужно красочки сохранить чистыми. Если мы туда будем лазить без гонца, грязными кисточками, это само собой получится. Потому что мы в процессе, в таком творческом. Мы им замараем. Зачем нам это нужно? Мы спокойненько наложим краски на палитру. Как это удобно сделать? С помощью стеков для пластилина. Я думаю, это есть в каждой семье, где есть дети, которые пользуются пластилином. Или родители специально покупают. Или в наборах пластилиновых есть эти стеки. Вот такими стеками мы будем накладывать на палитру. В самом начале видео я буду говорить о том, какие цвета нам нужны. Вы, пожалуйста, ставьте видео с уроком рисования на паузу. Берите нужные краски. Вот, например, допустим, я сказала, что нужна фиолетовая краска. Берем стек и просто накладываем. Дальше, конечно, нам нужно будет еще какую-то следующую краску взять. Мы берем тряпочку, вытираем стек. Все, у нас он чистый. Если делать то же самое кисточкой, на кисточке будет очень много краски оставаться. И это неудобно. Каждый раз ее нужно будет сильно-сильно вытирать, чтобы она не замаралась. Это, опять же, время уходит. Пока уходит время, у нас уходит энтузиазм. А так мы легко накладываем все, что нам нужно. Вот теперь голубую я возьму. Я не замарала баночку. Закрываю. Опять, если нужно, нужно дальше накладывать, вытираю. Теперь я могу и какую-то светлую взять краску, потому что у меня стек чистый. Беру, накладываю эту и так далее. Все краски накладываем, которые мне нужны, вытираем. Вот на палитре у меня эти краски находятся. Почему еще мы рисуем на палитре? Потому что в какие-то моменты нам нужно будет краску соединить с другой. И мы будем здесь делать новые цвета. Я буду тоже это показывать, рассказывать. Может быть, краска немножко загустела. Ее нужно немножечко разбавить водой. Делать это в баночке при рисовании очень неудобно. А если вы отложите сюда, то можно будет, макая кисточку немножко, я буду тоже об этом вам рассказывать, немножко развести. Особенно тоненькие линии, когда мы будем вот такой тоненькой кисточкой рисовать, нужно делать краской пожиже. Иначе краска не будет тянется за кисточкой, и тоненький след у нас не получится. Теперь переходим дальше, непосредственно к краскам. Про палитру поговорили, про стеки поговорили. Теперь краски. Краски гуашевые, совершенно обыкновенные. Вот какие у вас будут доступны, такие, пожалуйста, и берите. У меня большие банки, потому что я рисую часто, а краски расходуются по-разному. И мне удобнее просто в нужные цвета доложить. Я докладываю также детям, их у меня четверо, но рисует не четверо, а рисует трое. Старший уже не рисует. И я им докладываю, когда у них кончаются определенные цвета. Но это не важно, вот какие есть у вас краски. Нам нужны основные цвета. Основные цвета, я думаю, вы знаете, это синий, красный, желтый, зеленый, обязательно белый. Белого нам нужно будет много. Конечно, черный пригождает. Коричневый мы уже можем смешать. Оранжевый мы уже можем смешать. И фиолетовый даже мы смешиваем. Но главное не то, сколько у вас красок, какой они фирмы, а важно, какой они консистенции. Вот это самый важный момент. Вот, запомните, в нашем рисовании будет важно кисточки, кисточки и какой густоты краска. Какой густоты. Сейчас я вам покажу, какой она должна быть густоты. Вот у вас заготовленный лист. Густота должна быть. Сейчас у меня хорошая густота краски. Хорошая. Смотрите, она и не жидкая, и не капает. Ну и точно не густота я легко набираю. И легко повожу линию. Легко. Если бы я намочила кисточку, сейчас она была у меня сухая, у меня был бы здесь водянистый след. И такого эффекта, как, еще раз говорю, мне хочется вас научить, не будет получаться. Вот именно вот такой вот консистенции должна быть краска. Вот за ней густой след, вот как будто сметана. Она как маслянистая такая жидкость. Она легко идет. Вот кисточка скользит. Если кисточка не скользит, значит нет краски на кисточке. Сейчас вот я попробую это показать. Вот все. У меня, видите, кончилось. И обычно дети начинают давить до железяки, вот до вот этой вот. И слышно прям такой вот след шуршащий. Следите, пожалуйста, это я сейчас обращаюсь к родителям, чтобы ребенок набирал краску на кисточку. Иначе он, все почему-то дети склонны экономить краски. Им всегда хочется поменьше потратить, почему-то я вот за мою практику уже это заметила. Вы им объясните, что вы им еще купите краски. Что картина будет красивая тогда, когда будет много красок. Если краски на кисточке уже нет, не получается следа от краски. И когда вы знаете, вы собираетесь заниматься рисованием, проверьте в первую очередь краски. Краски хорошо гуашевые, разводятся водой. Если вы видите, что они подсохли, густые стали, некоторые даже совсем высыхают, все равно их можно восстановить. Для этого по-чуть-чуть добавляйте воды. Нужно прям горячей, если вы хотите, чтобы побыстрее был процесс. И вот этими же стеками, не кисточкой. У вас на кисточке больше останется, и сама кисточка может испортиться. А стеками размешивайте потихонечку краску. Если вот она совсем засохла, налили водички, закрыли. Ну и поставили на видное место, чтобы не забыть. Итак, если детки поменьше, родители, я вас очень прошу, следите за консистенцией краски. Потому что это еще 40% успеха хорошей картины. Кисти, краски. Это необходимые, слагаемые успеха ребенка. Если ему рисовать легко, если есть все необходимые для этого материалы, то успех обеспечен, понимаете, картина не может не получиться. Поэтому, пожалуйста, найдите время, средства, способы обеспечить вот этот необходимый наш инструментарий. Теперь, обращаясь непосредственно к тем, кто будет рисовать, прежде чем приступить к моему уроку, вот, например, к уроку первому, приготовьте все, что я вам показала. У вас должен быть готов планшет уже с приклеенным листом бумаги. У вас должна быть чистая палитра рядом, потому что какие нужны будут краски, вы узнаете из соответствующего урока. И, поставив видео на паузу, аккуратненько себе наложите вот такими стеками. У вас должна быть готова стаканчик с водой, тряпочка. Все это должно быть заготовлено, лежит перед вами. Вот только тогда вы включаете видео и продолжаете дальше рисовать. Что и как там рисуем, это я говорю в уроке. А когда закончили рисовать, я вам показываю, что нужно снять картину. Снимаем скотч, у вас получается аккуратненькая рамка. Любуйтесь картиной. А дальше обязательно проследите, чтобы были закрыты краски. Очень часто детки бросают, убегают, влажда, сыхают. Потом берем стаканчик, складываем в него все кисточки, все, чем вы пользовались, складываем туда стеки, идем моем все это дело вместе с палитрой. Все помыли, осталось чистенько, на этом закончили урок. Берем картину, вешаем на видное место, куда можно, или куда вы хотите, и любуйтесь. Таким образом, наш курс будет состоять, я уже забегая вперед, сразу вам выкладываю карты из двух как бы видов занятий. Первый вид занятий это рисование гуашью. Мы будем осваивать гуашь именно правополушарным способом, таким, когда не требуется особое размышление. Конечно, я буду говорить, как держать кисточку, как наносить в мазке, как там все это размазывать на листе, как делать композицию. Все это буду показывать очень наглядно, настолько подробно, что каждый-каждый ребенок, каждый человек поймет. Но у нас будут в этом году и другие уроки, когда мы будем рисовать карандашом. Мы будем учиться передавать свои мысли настолько ясно, чтобы другие люди нас понимали. Для того, чтобы любые идеи, которые приходят нам в голову, мы могли визуализировать, сделать понятными, передать через рисунок. Потому что пока эти мысли в моей голове, другой человек не факт, что понимает их именно так, как это нужно для меня. Поэтому крайне важно в современных условиях научиться передавать свои мысли туда, на бумагу. И тогда наши идеи, наши убеждения, наши действия, поступки будут ясными и убедительными для других. Это крайне-крайне важное умение, когда даже какая-то загогулечка, какая-то маленькая писулечка, какой-то маленький кружочек будет отображать уже целый идейный каскад, который рождается в голове человека. И, соответственно, этот человек всегда будет обладать преимуществом перед другими. Умение излагать наши мысли на бумагу нам также нужно, когда мы какие-то задачи решаем, когда задачи математические, задачи на логику, когда нужно что-то сообразить по географии, по физике, по химии. То есть это качество визуально мыслить, оно пригодится в любой сфере. И отдельным блоком, когда будем учиться рисовать карандашом, я выделила умение фиксировать в рисунках задачи. Как только мы задачу переводим в рисунок, она сразу становится нам понятной. Мы тоже постепенно будем выходить в развитие своей фантазии, мы будем проводить небольшие медитации для того, чтобы отпускать наш логический интеллект, для того, чтобы фантазия летала, изливалась красками на бумагу, чтобы самочувствие улучшалось, чтобы ребенок, каждый человек, который рисует по моему курсу, чувствовал полет своей фантазии, своих эмоций и через это улучшал себя и свое настроение. Эти уроки, как вы поняли, будут чередоваться. Один урок карандаш, другой урок гуашь, карандаш, гуашь. Что же нам понадобится? Для рисования карандашом, пожалуйста, заведите альбом. Нам не нужны отдельные листочки. Альбом может быть любой, может быть на спиралях, может скрепленный скобами, здесь мне без разницы совершенно. Если вам удобно, это могут быть листочки, но их обязательно нужно хранить в папочке. Обязательно. Нам обязательно нужно будет видеть, что у нас было в начале и что у нас будет в конце, чтобы все работы шли подряд и можно было их анализировать, что там мы делаем, что меняем. Нам, соответственно, нужен карандаш. А, альбом с простыми листами. Ни черчения, ни для акварели. Вот обычные листы. Карандаш нам нужен простой, мягкий, точно не твердый. Даже твердо-мягкий не очень подходит. А карандаш мягкий, прям ищите, чтобы была такая пометка, мягкий. Ластик, который хорошо стирает. Этот карандаш прям проверяйте, чтобы ластик действительно работал, потому что ластик не всегда работает. Нам нужна линейка, но не для того, чтобы чертить по линейке, а для того, чтобы проверять свои линии, развивать глазомер. А, и нам нужен еще угольный карандаш. Посмотрите, на Wildberries есть такие карандаши, так и называются угольные. Они очень хорошо делают фон, очень легко, как бы у них покрытие, больше получается, легче работать. И мы с таким карандашом тоже будем заниматься. Я буду предлагать различные рисунки, вам их не нужно иметь. Они будут в каждом видеоуроке свой собственный, когда придет на то время. Что нужно для занятий гуашью? Прежде всего, это бумага. Вот важнейший, ну хотя там, конечно, все важно. Бумага не для принтера. Бумага не альбомная. Бумага должна быть толще. Иначе она будет размекать под действием воды, которая находится в красках. И тогда у нас не получится радости от творчества. Получится мучение, получится затирание до дыр этой краски, катышки, о, не краски бумаги, катышки на бумаге. И красоты особо ребенок не почувствует. Поэтому озаботьтесь, пожалуйста, этим моментом. Бумага для черчения очень подходит. Бумага для акварели тоже подходит. А формат мы рисуем А3, ой, А4, да, обычный формат, который для принтера используется. Дальше, что нам еще понадобится? Нам еще понадобится бумага для оригами. Нам нужно развивать пространственное воображение, нужно уметь видеть линии. Из этих линий складывать какие-то объемные фигуры. Это крайне полезно для того, чтобы у себя в уме там строить всякие объемы пространства, фигуры. Поэтому иногда мы будем работать с оригами. Это не прямо в ближайшие дни нам понадобится, не в ближайшие уроки, но на будущее приобретите. Почему именно бумага для оригами? Потому что, во-первых, она сразу квадратная. Для оригами нам нужна квадратная бумага. Это раз. Два. Она, как правило, такая потоньше, чем обычная, например, бумага для принтера. Потому что, если мы возьмем бумагу для принтера, предположим, вырежем квадрат и будем ею пользоваться, получится слишком толстая в результате фигура и будет ребенку неудобно ее загибать. Поэтому позаботитесь заранее. Вот бывает набор. Вот у меня такой набор. В нем сразу в одном наборе несколько вариантов расцвета. Коридонку будет интересно. Ножницы нам не понадобятся. А вот сама бумага и загибание линий понадобятся. Будем развивать к тому же пальчики. На этом, друзья, все. Мое вводное видео закончилось. Следующее видео. Карандаш.